Приветствую всех зрителей телеканала Russia Music Box. Меня зовут Оксана Устинова и на дворе, друзья, осень. А это значит, что мы начинаем очередную серию наших замечательных звездных тренировок. И сегодня у нас в гостях не абы кто, а сезон мы позволили открыть настоящему крутому парню из Украины. Рэпер Леон. Hello. Нормально? Окей. Не получу по парту. По облашению. Все хорошо, да? You're so English. Oh, мы в Украине, вряд ли, английском. Ну, что ж, друзья, Леон, прошу любить и жаловать. Мой город, спи, пока я пишу. Мой город, спи, еле слышь. Мой город, мой город, мой город, спи, пока я пишу. Мой город, спи, еле слышь. Мой город, мой город. Знаешь, ты никогда не угадаешь. Моё признание, я тебе обязан многим. Этот мир вокруг изменился резко. Совсем не тот, что дарило детство. Мои ровесники, те, кто нас покинул. Каравайцев, Андрюха, покойся с миром. Родичкин Серега слишком рано ушел. Помню на этаже наше брейк-шоу. Тогда казался мир таким огромным. Мои воспоминания смывают волны. Дорогой друг, можно так тебе играть? Давай тогда. Расскажи, как будет проходить сегодня наша тренировка? С чего начнем? Мы начнем, конечно же, с самого главного, с разминки. Как она будет проходить? Слушай, будет проходить весело, как обычно, в течение двух часов. Готовься. А будем прерываться на что-то? Ну, смотря как пойдет, ты знаешь, всякое бывает. Мы на что-то будем прерываться. Средимся буквально через пару мгновений. Насколько я знаю, это не новичок в спорте. Занимался когда-то таким видом спорта, как кошка-шинкай. Хотел бы мне сказать, но я знаю, что называется пьё-кашинкай. Это очередная шутка, потому что все говорят, кинокувшин, там, знаешь, придумывают. А самые нелепые какие были названия? Исковерканные. Да, ты знаешь, вот кинокувшин самое, по-моему, такое. Ну, пьё-кашинкай почему бы тоже. Ну, это новенькое. Пьё-кашинкай, друзья, если не знаете, википедия вам в помощь. А прямо сейчас несколько вариантов. Давайте с разминки начнем, да. И, как всегда, я бы, наверное, начал с самого главного у девушки. В смысле? Что это? Ум? Да. Как мы будем тренировать ум? Ум мы будем тренировать следующим образом. Кстати, есть девушки, есть очень полезнейшее вообще движение, которое, запомните, оно предназначено вот для этой части, в принципе. А для гортани? Ну, скажем так, для появляющихся вот здесь разных ненужных вам вещей. Знаешь, вот... Ну, когда да, лишние ткани здесь... Смотри, делать это следующим образом... Да. Всегда делая это, а я пока пойду попью кофе. А то есть, друзья, я, в принципе, могу делать это упражнение в любой точке земного шара. Будь то магазин, будь то парикмахерский санглон, будь то спортивный комплекс «Зебра», который радостно открывает свои двери, для того, чтобы вы снимали нашу с вами любимую программу. Раздевайся, не стесняйся на Russian Music. Слушай, давай дальше начнем разминать шею, для того, чтобы весь день она у тебя не болела, и чтобы мысли были ясными. Да. Нет, не нужно так делать, это я просто... Окей. Мы делаем круговые движения, абсолютно расслабив мышцы, забыв о том, что у тебя есть... Ягодичные? Да. Забыв о том, что у тебя вообще не присутствует, воздействие... Подумай о том, что голова – это такой вот у тебя какой-то непонятный мешочек, которому ты позволяешь абсолютно за счет своего веса опуститься вниз. Угу. Да? Ну, такие внутренние ощущения получают. Смотри. Ну, я, да, когда тебя увидел, так не мог прямо сказать. Что я вот так вот, да, выгляжу? Ну, внутренние ощущения у меня тоже были подобные. И давай расслабь, правда, давай расслабься, серьезно. Расслабься полностью. Угу. Расслабься, детка. Расслабься уже максимально. Ну, давай, я же вижу, что не так. Вот, а теперь вот в таком положении полностью по часовой стрелочке. Смотри, никуда не спеша. Вот так вот на расслабленном полностью состоянии. Позволь голове так запрокинуться обратно. Угу. Ты должна чувствовать, что мышцы все начинают отпускать, зажатые моменты какие-то. Дошла до центра, и можно обратно. Спасибо, Центр. Да. Ну, если ты дойдешь, то... А ты говоришь... Я уже дошла до центра где-то в районе Тверской. Друзья, второе упражнение из разминки только что прямо перед вами было завершено. Мы переходим к третьему. Или мы переходим просто к диалогу о твоем творчестве. Выбирай. Конечно, о творчестве. Я слышала, что не каждый человек вообще, в принципе, может уехать в Америку. Не всем дают визу, друзья. Но тебе таки дали. Насколько мне известно, где-то в районе Бруклина был презентован твой альбом. Да, это так и есть. Хочется чуть больше... Даже не в районе Бруклина, а в Бруклине. В Бруклине. Да. Хочется чуть больше информации тебе. Слушай, мы созвонили с организаторами. Меня нашли организаторы из Америки. И сказали о том, что есть желание привести меня с концертом. И это просто совпало с выходом моего альбома. То есть не было фишки, что они там решили, увидели там рэпера Леона и решили его там с этим мега-альбомом пригласить. Ну, как-то так звезды, знаешь... Сложились. Сложились, да. И я поехал и презентовал именно первая презентация альбома. Была именно в Америке и в Бруклине. А какой послевкусие от презентации осталось? Доволен? От презентации, ты знаешь, ну так себе, конечно. Не очень нравится, да? Не понимали, о чем ты говоришь? Нет, я честно говорю, что половина людей, которые пришли на тусовку, они вообще не понимали, что происходит. И кто же человек? Что этот белый... Сбежавший за это. Что эта снежинка делает на сцене? Ну, то есть, как бы, знаешь, они такие... Они немножко скептически относятся... А послевкусие от штатов, конечно, поинтереснее. Ну, получается, ты был в Нью-Йорке. Кстати, очень интересно, мы ехали из Бруклина в Манхэттен, и мне просто это запомнилось. То есть, люди просто заходят в метро вот так вот с двумя гантельками, отвечают. Просто человек стоит, вот едет он на тренировку с двумя гантелями. То есть, у нас такого, наверное, встретить нельзя. Поэтому занимайтесь спортом. То есть, в принципе, друзья, занимайтесь спортом и выбирайте правильные клубы, такие как фитнес-клуб «Зебра», в котором мы сегодня снимаем нашу замечательную программу. Кстати, знаешь, это типа рэперское название? Ты где, бро? Типа, я в «Зебра». Журнал «Шейп» в сентябре. Йога с Бритни Спирс. Уникальный комплекс упражнений на растяжку. Проведи выходные с пользой. 11 идей, как выглядеть на миллион. Как подобрать маленькое черное платье для любой фигуры. Обнови гардероб с мировыми стилистами, экспертами «Шейп». Инструкция для карьеристки, как справиться с интригами коллег и капризами начальника. Три самых эффективных диеты от мировых долгожителей. Что нужно есть сейчас, чтобы быть бодрой через 50 лет? «Шейп» – журнал для активных и успешных. Я бы хотела продолжить нашу разминку. И давай уже перейдем к каким-то другим, собственно, конечностям, а не только шею. Давай, нужно обязательно разминать суставы для того, чтобы при активной тренировке не было травм. Так, как это выглядит? Можно начать с разминания кисти. Это выглядит очень интересное упражнение. Смотри, использовать пальцы, как будто бы это у тебя веер. Вот, смотри. Получилось? Не очень. Не очень, нормально. Ну, так себе. Нормально. Смотри, как это должно выглядеть. Вот, смотри. Попробуй, смотри. Оно как будто раскручивается, и я в обратную сторону. Так, а назад? Смотри. Ты должна не саму кисть крутить, а именно пальцы тебя должны вести. Вот, смотри. Поставь вот так, да. Теперь вот по такой вот амплитуде. Отпускай пальчики. Ну, практически. Нет, а назад как это сделать? Смотри, вот так. Закрутить-то я закрутила, а раскрутить? А раскрутить, а закрутить. Ну, нет, это все равно не то, что у тебя. Смотри, вот так. Вообще в идеале вот. Просто это очень хорошая проработка полностью всех суставов и фаланс пальцев за счет одного движения. Действительно есть напряжение такое. Да. Слышно сильное. И каждая часть, ты знаешь, ты прочувствуешь. Ну, вот назад все равно не так. Вот так, смотри. Хоп-хоп. Ну, давай попроще. Давай попроще вот эти суставчики. Ребят, реально напрягаются. Серьезно напрягаются. Только за счет пальцев. За счет пальцев. Не вот здесь, а сюда, да. То есть они должны вести тебя. Напряжение во всей руке я чувствую. Даже трицепс я чувствую. Хорошо. Представляете? У нее есть трицепс, ура. Че ты? Если у меня чего-то нет, это не значит, что у меня трясется. Ты знаешь, я слышала, опять же, буквально несколько минут назад, ты же мне сам о том рассказал, над тем, что у тебя вышел альбом, в котором реально заявлены очень сильные треки с очень серьезными исполнителями. Мне бы хотелось поподробнее знать, кто эти люди, ты сказал, ты мне в кадре скажешь. Слушай, это люди, которые в кип-хопе имеют вес и которых уважают. Там есть Баста, есть Леша Гуф, есть Фиуса из группы Крэг. Это питерская легендарная группа. Есть Крипл, тоже из Питера. А Тимати есть? Тимати нет. Есть Дима Климошенко. Это заслуженный артист Украины. Почему тиматика взяли? Слушай, потому что есть Иван Дорн. Иван Дорн? Да. Слушай, я снимаю шляп, потому что ты назвал сейчас такие культовые имена, что я хоть, может быть, и делаю вид, что не разбираюсь в рэпе, но на самом деле те фигуры, которые были вышеупомянутой, заслуживают реально серьезного такого глубокого уважения и вот такого низкого партнера. И дело не в том, что, знаешь, я коллекционировал эти фиты, то есть там гонялся за этим артистом, а это действительно друзья, коллеги по цеху, с которыми мы знакомы давно и с которыми все-таки мы сделали эти песни. Супер. Ну все, теперь я чуть больше тебя люблю. Просьба такая. 10 октября я хочу сидеть в первом ряду, или стоять в первом ряду на двоем в концерте-презентации альбома в Москве, потому что в Бруклинг презентовала, а в печи, собственно, остались не у дел. Можно исправить эту ситуацию. И поясни, куда мне прийти? В Москва-холл. 10 октября. Хорошая, кстати, площадка. Ну слушай. Бартер какой-то? Конечно. Сало. Серьезно? Ну что? С очком, с черным хлебом. Ну посмотрим, как договоримся. Все? Все, 10 октября, Москва-холл. Мой сольный концерт первый в Москве, поэтому приходите, а то... Ну я смотрю, ты вообще реагируешь нормально. На любые проявления изывания. Это говорит о том, что у тебя, в принципе, достаточно спокойная нервная система. А где ты такую нервную систему, скажи, приобрел? Слушай, я вообще-то никогда в жизни не пил алкоголь. Серьезно? Да, ничего, абсолютно. Я думал, что не очень много от этого положительного. Ну, ты видишь, отметила. Давай начнем наше занятие с искакалочкой. Давай. Очень простое, никаких там суперупражнений не будем делать. Просто, если есть возможность, использовать искакалку. Это крутая штука. Ну давай, начнем. Просто крышки? Конечно. И лучше чуть-чуть отойти. Что нужно сделать, друзья, чтобы быть лучше, чем вчера? Так, правильно, нужно смотреть программу «Родевайте, не стесняйся» вместе с нашим гостем, Рейгером Леоном, который вчера презентовал свой клип. Да, он называется «Братик». «Братик». Да, ну и суть клипа в том, что «Братик, как у тебя дела?» Тебе уже 30 лет, а ты по-прежнему продолжаешь заниматься музыкой и хип-хопом. Поэтому смотрите клип «Братик», обязательно гляньте его. Ну и вот эта песня из альбома «Лучше, чем вчера». Это чтобы «Братик» всегда был в состоянии тонуса, ему необходимо отжиматься. Так как «Братика» на площадке нет, а есть сестренка, научи, пожалуйста, сестренку. Слушай, учить особо-то нечего, все очень просто. Единственное, что могу сказать, что девчонкам не советовал бы каждое утро по 50 отжиманий делать. А вот пацанам, проснувшись, сделав минимальную зарядочку, можно там 3 подхода по 20, по 30 раз легко сделать. Ну это очень серьезная физическая подготовка, 3 подхода по 20 раз. У меня 3 получается раза. Самые простые отжимания – это, естественно, упор на ширине плеч. Так, я тоже стою так? Нет, давай ты просто посмотришь. Самое главное – держать, не прогинаться вот здесь, в спине. Ты знаешь, не делать вот какие-то неправильные всякие движения, а просто… Да, так вы будете струной натягивать тело. Видишь, да, о чем я говорю? И что можно еще посоветовать полезного, чтобы делать силовое упражнение на выдохе. То есть вдох и выдох. Так получается. Получается, ноги просто в упор работают в основном руками, правильно? Да. Если вдруг вы продвинутый, отжимальчик, мальчик, отжимальчик, то можно, допустим, усилить нагрузку и сделать вот так. Спасибо тебе большое за эту серьезную разминку, благодаря которой я заряжена буквально на целый день энергией. У нас был в гостях Леон, это программа «Раздевайся, не стесняйся», я Аксана Устинова и встретимся ровно через две недели. А 10 октября в Москва-холле мы ждем вас на концерте этого парня. Приходите, Леон в мюзикбокс. 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 Леон в мюзикбокс.